Добрый день! Хочу сегодня рассказать вам, каким образом оформлять отпуска в программе за 1С зарплаты управления персоналом. Есть несколько способов это сделать. Имеется ввиду, что есть несколько там пунктов меню, откуда можно все начать оформлять. Ну, во-первых, это журнал кадр. Здесь есть отдельное рабочее место, которое называется отпуска. И здесь вы можете создать 4 вида отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Два варианта и без сохранения заработной платы списком и отпуск сотрудников. Отпуск это документ, который оформляется на одного человека. Да, здесь выбирается там один сотрудник. А отпуск сотрудников это документ, который оформляется на список сотрудников. То есть вы должны выбрать организацию и, соответственно, здесь вы можете нескольких человек выбрать и уже для них оформлять, для них уже оформлять отпуска, начало, окончание, отпуск, количество дней, компенсация, основание, там и так далее. Два разных подхода к оформлению документов. Ну, мы будем использовать отпуск, который оформляется на одного сотрудника для того, чтобы полностью подробно посмотреть, каким образом там все расчеты оформляются. Вот. Дальше вы можете также оформить отпуск из раздела сотрудники. То есть вы можете выбрать любого сотрудника, нажать кнопку оформить документ, отпуск. И у вас автоматически сразу документ заполнится организацией и заполнится этим сотрудником, да, то есть на которого вы встали. Либо еще один вариант. Вы можете зайти в карточку сотрудника и здесь есть кнопка оформить документ и, соответственно, также вы можете оформить отпуск. Вот три варианта таких основных, которые максимально часто используются. Соответственно, мы будем оформлять через журнал отпуска. Это считается там базовым вариантом, потому что здесь есть все возможности для печати документа, там отборы по организации, подразделению сотрудников и так далее, сотруднику и так далее. Нажимаем кнопку создать, нажимаем кнопку отпуск. Здесь что у нас программа требует. Вот. Ну, во-первых, дату, да, то есть дату нужно указать, нужно выбрать организацию и нужно выбрать сотрудника, который работает в этом, в этой организации. Причем программа нам сразу подсказывает, что вот на текущий период, да, то есть июль месяц всех сотрудников, которые, всех сотрудников, которые на текущий месяц работают. Вот. Можно отформировать этот список по подразделениям, по группам. Можно просто выбрать всех сотрудников. Давайте выберем базину Антона Владимировича. Вот. И, соответственно, оформим на него отпуск. Выбрали сотрудника. Здесь у нас сразу же появляются следующие возможности, да, то есть мы можем указать вид времени для рассчитывания отпуска, да, то есть, что это такое, это каким образом мы будем его рассчитывать, учитывать, ну, либо это будет компенсация, освобождать, не освобождать ставку на период отсутствия, учитывать ворот при оплате по среднему заработку и рассчитать зарплату, то есть включить расчет за вот этот июль месяц, либо не включать. Давайте поставим сотрудник лозву с 15.07. Вот. И здесь дальше вы можете указать конечную дату отпуска, либо согласно заявлению, да, там, допустим, сотрудник пишет, что с 15.07. Сейчас посмотрим, какая-то дата сразу. Наверное, это середина недели. Давайте там сначала какой-нибудь недели поставим. Так, ну вот, да, это середина недели. Давайте с 20. с 20 на 14 дней. С 20 на 14 дней автоматически ставится последняя дата отпуска, Вот автоматически ставится период работы, за который отпуск предоставляется, и автоматически рассчитывается начисление, удержание и указывается сумма среднего заработка. Также указывается, когда должна быть выплата по этому отпуску с авансом зарплаты в межрасчетный период. Основное это в межрасчетный период, чтобы сотрудник как можно быстрее получил деньги. Здесь автоматически устанавливается дата, все это зависит от настроек. Можно скорректировать каким-то образом выплату. Тоже есть такой функционал. И здесь есть одна очень важная вещь, которая вот эта ссылочка, как сотрудник использовал отпуск. Если вы ее нажмете, то вы увидите, что Базин Антон Владимирович по организации Кронце был принят на работу в 2010 году. И у него право на отпуск основное 28 дней. И вот у него с 2010 года, когда он не ходил в отпуск, у него накопилось 294 дня. Вот такая штука. И он может, соответственно, сейчас радостно на все эти 294 дня либо компенсацию взять, либо уйти в отпуск без компенсации, либо еще что-то сделать. Соответственно, вот такой у нас сотрудник. И давайте посмотрим, что можно сделать еще дальше с этим документом. Во-первых, можно предоставить дополнительный отпуск по этому же документу. То есть это раздел Б любого приказа. Допустим, мы плюсом к тому отпуску, который оформлен на основной вкладке, основной отпуск, предоставляем дополнительный. Делается это вот так, да? То есть есть виды дополнительных отпусков. Допустим, на период санаторно-курортного лечения. Здесь нам сразу период подставляется 03-08. После вот этой даты, после даты основного отпуска, давайте также поставим 14 дней. Вот. И программа нам автоматически укажет, что еще на 2 недели там сотрудник уйдет. Вот. И давайте еще предоставим за свой счет без оплаты в соответствии с частью 1 статьи 128. Вот. Сразу нам тоже программа подставила 17-я. Также мы укажем 14 дней. Вот. И, соответственно, у нас документ будет выглядеть следующим образом. То есть, во-первых, у нас вот этот отпуск, он также рассчитываемый. Соответственно, здесь у нас начислено, удержанно, все поменялось. Этот отпуск не рассчитываемый, поэтому отпуску никаких расчетов нет. Поэтому ничего не предоставляется. Вот. Что нужно делать дальше, да? То есть можно записать документ и сразу же можно присоединить в файлах, присоединенные файлы, отсканировать, да, то есть и присоединить заявление, чтобы оно у вас потом никуда не потерялось. Но такая хорошая практика в программе 1С есть, когда к документу прикрепляются какие-то файлы. Это можно сделать и, соответственно, заявление на отпуск прикрепить. После этого вот здесь у вас появится такая галочка, и вы будете точно знать, что вы к этому документу прикрепили заявление. И, соответственно, всегда можете открыть его, нажать эту кнопочку, присоединенные файлы, и посмотреть, что там в заявлении было написано. Либо проверить за каким-то человеком, каким образом все это было написано. Вот. После всего оформления этого документа, да, то есть после всего, как вы все указали, вы можете перейти там на вкладку «Начислено подробно», здесь у вас полностью будет указан, да, то есть расчет отпуска, причем уже с разбивкой там по месяцам. Вот. Вы можете нажать кнопку «Провести» и дальше «Печатать документы». «Печатать документы», здесь есть приказ о предоставлении отпуска, да, вот ежегодно оплачиваемый, да, то есть и второй вариант дополнительного отпуска, вот, а второй вариант дополнительного отпуска, то есть все здесь расписано. Вот. Приложение к приказу, расшифровка дополнительных отпусков. Все это, соответственно, будет у вас отображаться согласно тому, как вы на вкладке дополнительного отпуска все заполнили. Дальше. Записка расчета, предоставление отпуска, форма Т-60. Здесь тоже все расписано, на какое количество дней и так далее. То есть если вы используете этот кадровый документ, вы можете его полностью распечатать. Здесь есть все выплаты, которые учитываются, да, там есть расчет других начислений из фонда оплаты труда, там и так далее. Какая сумма к выплате, все это тоже здесь указано. Вот. Расчет среднего заработка, конечно же. То есть здесь расписаны все месяца, отработанное время и расчет среднего заработка, количество дней и все, что нужно для того, чтобы рассчитать средний заработок и дальше отпуск. Здесь в этом документе есть. И есть еще очень классный, классная печатная форма, которая называется подробный расчет начислений. Вот. Подробный расчет начислений. Здесь также все подробно указано, каким образом все рассчитывается, за какой месяц, да. То есть вот все это расписано. Отпуск, расчет оплаты, санаторный, там, курортного лечения, отпуск за свой счет. Здесь все это указано. Такая простая и очень наглядная и понятная форма. Вот. Таким образом оформляется документ отпуск. После того, как вы его провели, вы можете организовать выплату, да. То есть у вас здесь есть сумма начислений, есть сумма удержания. И, соответственно, после того, как вы автоматически на основании этих данных нажмете кнопку «Выплатить», то у вас сформируется документ. Здесь указана там дата выплаты, указан список сотрудников, указана сумма финансирования, вот это, да, что это отпуск. Вот. И, соответственно, вы можете этот документ оформить. Вот. Таким образом, в 1С зарплаты управления персоналом выглядит оформление отпуска. После того, как вы этот документ провели, там, в зависимости от того, какие права у вас указаны, да, то есть может быть сделано так, что кадровая служба оформляет отпуска, дальше расчетная служба дальше взаимодействует с этим документом, да, то есть и кадровая служба уже не может его менять, однако расчетная служба может исправлять, сторнировать, еще какие-то вещи делать, то есть к заявлению, да, там, лучше относиться к оформлению заявления на отпуск предельно, там, внимательно, вот, потому что сотрудники, они не всегда знают, что такое там дата начала, дата конца, что надо, там, допустим, отпуск брать с определенного, там, дня и так далее, когда они придут, когда выйдут и так далее, все это в приказах, там, отображается. Обычно, там, сотрудники, особенно, которые недисциплинированные заполняют заявление на отпуск, там, с первого попавшегося дня, не всегда это удобно, не всегда приводит к правильным, корректным расчетам, вот, ну, соответственно, лучше проконсультировать сотрудников, прежде чем он там оформляет отпуск, особенно, если он новый, особенно, если у вас какая-то специфичная система отпусков, либо график, либо еще что-то, да, то есть он должен попасть, там, в определенный период отпуска, чтобы у него были максимальные начисления, вот, соответственно, и, там, ему нужно подсказать, заполнить заявление на основании того заявления, да, там, которого вы потом присоединяете сюда, заполнить этот документ, указать все точно там, как в заявлении написано, и, соответственно, если нужно там дополнительные отпуска, сразу же вы отсюда можете посмотреть начисления, распечатать все подробные расчеты по начислениям, вот, приказ о предоставлении отпуска, можете сразу оформить при сотруднике, да, то есть и ознакомить его, чтобы он поставил личную подпись, вот, то есть это все можно сделать прямо из документа, прямо из документа оформления отпуска. В общем, вот так это выглядит, достаточно сложные документы, если у вас есть вопросы по оформлению отпуска, то обращайтесь в компанию Кадрлайн, мы поможем вам с любыми настройками, один из зарплаты управления персоналом, подскажем, каким образом рассчитывается там средний заработок, как оформлять дополнительные отпуска, как построить систему документа оборота качественно, именно в кадровой службе, да, то есть чтобы у вас было сделано таким образом, что кадровая служба оформляет отпуска, а расчетная служба, либо бухгалтерия уже их рассчитывает и выплачивает. У нас есть опыт построения таких систем, где все работает очень четко и очень прозрачно. Большое спасибо, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok